Дорогие коллеги, мы с вами собрались в конференц-зале Дома кино, стены которого увешаны портретами классиков нашего кинематографа. Здесь, собственно так, если посмотреть внимательнее, есть все те, кто создавал и развивал индустриальное кино, или, скажем так, индустриальное направление в нашем кинематографе, которое занимало большое место в репертуаре советских кинотеатров и на каналах центрального телевидения. Это Зига Вертов из Фельдшу, это Роман Кармен, Илья Копалин, Александр Медведкин. Ну, собственно говоря, если так произвести небольшую ревизию, практически все крупные советские режиссеры-документалисты отдали дань рабочей темы, так или иначе. Можно вспомнить и Владислава Линоградова, и Павла Когана, и Николая Абуховича, и Марину Голдовскую, и Бориса Галантера, и Владислава Тарика, и таких режиссеров, как Александра Аскольтова, Атара и Аселяни. И, в конце концов, дипломный фильм Сокурова, да, он снял на Горьковском автозаводе. Автомобиль набирает скорость, кажется, он так назывался. Ну, и практически в каждом киножурнале, который выпускали наши киностудии, был сюжет, посвященный отечественной индустрии, да и не один. Открытие новой домы или прокатного стана, реконструкция завода, награждение знатного столевара или токаря, вручение переходящего красного знамени за победу в социалистическом соревновании, новинки, науки и техники, которые внедряются на производство. Было огромное количество и закрытых для широкого зрителя фильмов, создававшихся по заказу, например, Минсредпрома СССР и других, так сказать, ведомств, мерзших отношениях к нашей обороне. Фильмы, конечно, были разными по качеству, были, ну, совершенно замечательные, оригинальные, яркие картины, были и, выражаясь нашим, так сказать, профессиональным жаргоном, такие болты в томате. Но, что важно, само их количество и регулярность появления вот этой рабочей производственной темы на экранах страны, оно как бы концентрировало внимание общественности на вопросах индустриализации страны, формировало определенный социальный статус рабочего, инженера, руководителя производства. Ну, в годы перестройки, постсоветский период, индустриальное кино уходит из поля внимания документалистов, отчасти потому, что все это уже как бы несколько обрытло в советский период, набило, что называется, оскомину, отчасти потому, что ушла активная приватизация, нередко со стрельбой и разборками, то есть к иным заводам, в общем, и подойти-то было страшно. Фильмы об индустрии появлялись чрезвычайно редко и решались часто в таком стиле, как бы, нуара или готического романа. Завод стал в значительной мере таким молохом, отравляющим окружающую среду и пожирающим своих работников. Один из лучших российских индустриальных фильмов постсоветского времени, «Последний лимузин» Дарья Хлесткина, надеюсь, вы помните эту картину, рассказывает о гибели флагмана отечественного автопрома «Зила». Огромный завод, словно «Титаник» погружается в какую-то мглу, и как траурные факелы, вот эти железные бочки, стоящие в пустых цехах, где жгут оставшуюся документацию, чертежи там и так далее. Картина, конечно, чрезвычайно печальная, но величественная. Но, так или иначе, можно сказать, что традиции индустриального кино сегодня в нашей профессиональной среде почти заглохли. Большинство молодых режиссеров, я думаю, вообще никогда на заводе не было. Но мы с вами здесь собрались не для того, чтобы констатировать этот печальный факт. Сегодня индустриальное или производственное кино вновь возвращается в повестку отечественной киноиндустрии. В числе приоритетных тем, объявленных Министерством культуры в рамках конкурса субсидий в области неигрового кино, значится повышение социального статуса рабочего инженера, мотивация молодежи к получению рабочих и инженерных специальностей. И это не просто одна из тем, а тема, имеющая отдельное финансирование, которое осуществляется Министерством культуры и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. То есть это совершенно особое направление, к которому сейчас будет уделяться много внимания. Я думаю, это внимание будет только усиливаться от года в году. Вот в этой связи мы, Гильдия Игрового Кино и Телевидения, и проводим этот круглый стол по вопросам индустриального кино. То есть хотелось бы сегодня обсудить, зачем и для кого нужны индустриальные фильмы, какие социальные и художественные задачи они должны решать на нынешнем, сегодняшнем этапе. В какой степени мы можем опираться на опыт советского кино? Ну вот в рамках круглого стола у нас будет выступление, я надеюсь, такой диалог с представителями Министерства Минпромторга. Вот позвольте вам представить. Мельников Илья Георгиевич, заместитель директора департамента стратегического развития и корпоративной политики Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. И Дедков Сергей Илья Георгиевич, вот он начальник отдела корпоративной работы того же самого департамента. Вот я надеюсь, что они ответят на, я думаю, неизбежные многочисленные вопросы. Ну вот мы надеемся, что круглый стол окажется полезен тем документалистам, которые сейчас, в 2023 году, подают свои проекты для нынешнего конкурса. Но еще в большей степени, я надеюсь, он будет полезен для тех, кто планирует участвовать в конкурсе 2024 года, где индустриальная тематика, я надеюсь, будет представлена еще шире, чем в нынешнем году. Коллеги, готовясь к вот этому круглому столу, я просмотрел где-то, наверное, три десятка индустриальных фильмов, что называется, от энтузиазма Дзиги Вертова до закона Бернули, присутствующая здесь Галина Леонтьевна. Спасибо. Спасибо. И, в общем, понял, что эта тема такая для академических лекций, так примерно на один семестр, потому что здесь огромное количество материала, много всяких интересных деталей, поворотов. А если к неигровому кино добавить кино игровое, а еще и театр, собственно говоря, из которого возникли, вот из, значит, репертуара театрального родились многие индустриальные фильмы, такие там, как «Старые стены», ну и, значит, «Человек со стороны» и так далее, вот, то это вообще тема для такой хорошей диссертации. Поэтому, в общем, я решил не перегружать ваше внимание, а для затравки разговора я хочу показать всего один фрагмент, точнее, там два фрагмента, я их так склеил, из одного фильма. Это фильм Владислава Виноградова, который называется «Токоль». Фильм был сделан в 1974 году, но и по сей день он, как мне кажется, остается каким-то модельным фильмом, вообще одним из лучших фильмов об этой рабочей профессии, и на него, вот он, как мне кажется, не потерял актуальность и в наши дни. Можно там вот фрагментик запустить нам? «Токоль». 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 Говорить уже? Да. Вот если честно говорить, то героем документального кино я сегодня себя не чувствую, видимо, никогда я не почувствую. Вы уйдете, я останусь здесь в цехе, останусь надолго, еще до пенсии страшно далеко, мне работать придется очень много И тут же со мной будут работать мои товарищи И в общем-то мне на все это и смотреть как-то не очень удобно, и чувствую я себя неловко А вообще, если говорить честно, то к героям документального кино отношусь я положительно, положительно Если они хорошо показаны, без лакировки, а такие как есть, настоящие рабочие люди, или может быть и не рабочие Вот видишь, я говорил же вам слава, что не буду я получать вас, как делать документальное кино А все же получаю, делаю такие неблагодарные попытки Ну потом вы расплатитесь со мной, когда покажете меня там на экране тоже подлакированным таким, безукоризненным Одну маму вызвали в школу, все это проходило на моих глазах Я видел, что она выводила мальчика из школы, ругала его, внушала ему что-то, рассказывала ему И мама поняла, что парень не очень понимает словесные внушения Ну такой парнишка, наверное, восьмиклассник И решила так немножечко ему дать затрещину, если по-русски говорить Ну, один разик она ему поддала под затыльник, он вырвался бежать Она за ним силы неравные, парень уходит, в общем, от нее, она видит, что уже не догнать И вот в сердцах, значит, ну подожди, значит, такой-сякой Если ты не поймешь меня, не будешь учиться, значит, будешь бездельник токарем, как отец Ведь никто не обвиняет врача за то, что он врач За то, что его зовут, когда нам больно Когда нам нужен только доктор Ведь может быть такой случай, когда нам нужен и только токарь Так почему бы не научить ребят этой профессии? Сегодня на ленинградских заводах не хватает пяти тысяч токарей А завтра Разумеется, что я, наверное, когда выбирал профессию То тоже хотелось найти именно ту самую-самую Которая на один раз и на всю жизнь пропадал без конца на токарном участке Заметил меня мастер Эдуард Иванович Вашкель Понял, что, в общем-то, у меня большое желание стать токарем И вот так состоялась свадьба эта, если можно так сказать Сосватали меня к токарному станку Станок был не очень хороший Наверное, правильнее сказать, что никуда не годный был станок Никто на нем не работал Но был он самый маленький в цехе Соответствовал моему росту Сделали здоровую-здоровую подставку Чтобы рост мой стал соответствовать станку И встал я на этот трап и стал учиться работать на станке Чтобы немного пояснить про этот фильм Здесь невероятно обаятельный герой Который обсуждает свою профессию И вот социальный статус токаря При этом он сам является образцом Человека, поднявшегося по социальной лестнице До самых возможных вершин Он герой соцтруда Секретарь парккома собственного завода Депутат Верховного Совета Там есть эпизод, где Первый секретарь ленинградского горкома партии Тысяча романов Выручает ему как раз звезду Обкома, да Выручает ему звезду героя То есть Это образец Как бы такого карьерного, достижительного кино При невероятном обаянии, так сказать, главного персонажа Такая работающая очень мать Говори в микрофон Да Окей Коллеги Значит Ну Давайте я вступительное слово Я думаю, что уже немножко затянулось Поэтому Давайте кто у нас Подключится к разговору Может быть Илья Георгиевич Может быть вы несколько слов скажете О том, почему Минпромторг В общем обратился Кинематографу Вот к этим средствам воздействия Насколько я понимаю На общественное мнение Чем была эта причина И какие планы У министерства В этом направлении Да Добрый день Меня зовут Мельников Илья Действительно Министерство промышленности В последние несколько лет Обеспокоилось Я заботилась тем Что Поддержка промышленности Которую мы осуществляем В рамках своей Профильной деятельности Это Развитие Неокров Развитие продукции Поддержка производства Строительства заводов Наверное Не в полной мере Позволяет Создать те благоприятные условия В головах И в сердцах Наших людей Молодежи В основном Чтобы эта молодежь Захотела работать на заводе Потому что Как было правильно отмечено В 90-е годы Сформировавшийся стереотип О том Что завод Это Что-то такое черное Такое С трубой С дымом Что-то там сжигается Какие-то бочки Последнее Что осталось Советского Союза Какие-то там Наработки Оно На самом деле В головах У многих до сих пор И Мы сейчас в фильме увидели Что Будешь там Тебя плохо вести Будешь как папа токарем А ну Будешь плохо учиться Пойдешь работать на завод Оно До сих пор же такое Как бы Мнение Сформировано Несмотря на то Что Современные Российские производства Это Одни из самых Высокотехнологичных И есть Даже уникальные Производства И с хорошими зарплатами Даже Очень хорошими И С самым Современным Производством Но почему-то Молодежь Школьники Студенты Ребята Которые Выбирают Свой путь Они В меньшей степени Выбирают И хотят быть Членами Вот этой Производственной Команды Хотят быть Блогерами Инфлюенсерами Заниматься Какими-то Прикольными Штучками Но Не теми Кто делает Самолет Не теми Кто делает Автомобиль Не теми Кто делает Ракету Кто запускает Эту ракету Кто Создает Какое-то Новое Виде Одежды Очень много Отраслей Промышленности Которые Находятся В сфере Видения Минпромторга Поэтому Куда ни посмотри По большому счету Это все промышленность Но Как сделать так Чтобы Людям Захотелось Быть этими Промышленниками Изобретателями Конечно Такие есть Но Нам хотелось Чтобы таких людей Было намного больше Чтобы Наше информационное Пространство Наполнялось Не Какими-то Трэшевыми Фильмами Или там Контентом Видео На том же Самом Рутубе Ютубе И других Хостингах Которые Ну Непонятно Про что Непонятно Какую цель Они преследуют Но точно Не Зарождение В головах У ребят Идея о том Что Я тоже могу Сделать Что-то хорошее Чем будут Пользоваться Другие люди То что Мои идеи Мои компетенции Навыки Мои хотения Желания Могут принести Пользу Вообще Всем Людям На свете Вот Думали Думали Как же Быть Вот Ну и Пришли К выводу Что Одним из самых Действенных Способов Воздействия На Общественное Мнение Во все времена Было кино Поэтому мы С коллегами Из министерства Культуры Провели Как полагается Много совещаний Много круглых столов Вот И приняли Такое совместное Решение О том Что Необходимо Для Запуска Вот этой Как бы Истории О Формировании Позитивного Положительного Образа Современного Человека Труда Что Человека Через киноиндустрию Вот Приняли решение О совместной Поддержке Финансовой Вот В ближайшее время Как бы уже Конкурс Объявлен Вот Мы Совместно С Минкультурой Будем Входить В эти экспертные Советы И готовы Оказывать Максимальное Содействие Заинтересованным Творческим Коллективом Режиссерам Сценаристам Для погружения В какие-то Ну Профессиональные Тонкости Детали Там С попаданием На территорию Завода Если он Конечно Не закрытый И не оборонный Вот Поэтому Выражаю Стратегическую Заинтересованность Нашего Министерства В том Чтобы Кино Такое Производственное Индустриальное Оно появлялось Чтобы появлялось Его больше Чтобы Стало Модным Модным Быть Не Каким-то Человеком Из Ютуба Модно Было Уметь Делать Современную Высокотехнологичную Инновационную Продукцию Чтобы Мальчики Которые Умеют И разбираются В машине Нравились Девочкам Чтобы Девочки Которые Умеют Шить Красивую Одежду Снова Стали Самыми В мире Наши Российские Девочки Стали Самыми Модными И Самыми Лучшими Дизайнерами Все Меры Поддержки С точки зрения Производства Наше Министерство Оказывает Но Заход В сердца Он Лежит В несколькой Иной Плоскости И мы Очень надеемся На Вашу Поддержку И ваш Профессионализм При создании Таких Фильмов Которые Зарождали В душах Этих Людей И пожелания Как-то так Спасибо Ну Значит Я думаю Что Как бы Общий План У нас Выстроен Как бы Более или менее Понятно И чем Идет речь Но дьявол Как говорится Всегда В деталях Значит Здесь Вполне Могут быть Всякие Вопросы Если Можно Я Попытаюсь Два вопроса Сформулировать Простите Так Герчиков Владимир Ермич Один из Как бы Ветеранов движения Ветеранов движения В том числе Индустриального кино Да Во-первых Я хотел бы Понять В чем Помимо Допуска К предприятиям И к рабочим людям Вы можете Помочь Финансирование В каком Объеме Будет ли это Дополнение К стандартным Финансированию Министерства культуры Или вы На паях Финансируете Хотелось бы Это узнать Это во-первых Во-вторых Второй вопрос Где вы Планируете Это показывать Есть ли Какие-нибудь Соображения По этому поводу Как раз Все хотели Этот вопрос Задать Потому что Если вы Решите Показывать Это в школах Допустим Я не думаю Что это будет Очень воспринято Потому что школы И так перегружены И это будет Как Обязаловка От которой Люди Дети Захотят Смыться Как-нибудь Обторжение Да Это очень важный вопрос Где показывать Потому что Все эти платформы Они заинтересованы В рекламе И В зрителях А зритель Тоже отвык Вот Таких лиц Такого же Токаря Которого Мы видели С удовольствием Смотрели Потому что Мы знаем И автора И Историю Этого фильма Это все Замечательно Но сейчас Другая среда Понимаете Я думаю Многие из нас Охотно Откликнутся На ваше предложение Потому что Я действительно Много снимал И на заводах И на всяких И авиационных И на атомных Станциях И Это действительно Завораживает глаз Порой Я помню Как поднимался Там Ил-86 И стоял весь завод 20 тысяч человек Около Этой Посадочной Полосы Они еле сели Потом Когда я у них Брал интервью Они говорят Мы сейчас По стакану Тонкого вина То есть Коньяка выпили По тонкому стакану Потому что Еле-еле посадили Если бы мы грохнули Черт и что было бы Ну это не вошло Естественно Уже Никуда Но Есть и драматургия Есть и герои Есть и атмосфера Но Это очень сложный Комплексный вопрос Могу Да? Конечно Ну К сожалению Пока Я не Режиссер И не сценарист И не продюсер Пока Наверное Когда-то Я к этому приду Просто против Вот Вот И В ответ Где мы Собираемся Это показывать Ну Хотелось бы понять Кого вы Имеете ввиду Мы Мы Министерство промышленности Торговли Наверное Нигде не собираемся Это показывать Потому что Мы Министерство промышленности Торговли Вопрос Как бы мы Могли помочь В дистрибьюции Таких фильмов И В работе С теми же Площадками Иви Кинопоезд С ними С кинотеатрами Наверное Совместная С Минкультурой Мы Безусловно Этим вопросом Будем заниматься И мы уже Как я уже В своем выступлении Сказал Провели Провели много Совещаний с ними Мы же Как бы Чиновники Нам Работа Совещания Проводить И Вопрос Дистрибьюции Он стоял Но Для того Чтобы понять Как конкретно Эти фильмы И где Их демонстрировать Нужно Чтобы эти фильмы Начали появляться И Вы уже сказали Про школы Про школы Мы Мы тоже Подумали Про школы Причем Мы подумали По своему По чиновниче Написали Соответствующее Письмо С предложениями В министерство Просвещения Министерство Образования Как вы знаете Сейчас проводятся Уроки Разговоры О важном В стандарт Внедрили Мы предлагали И предлагаем Наверное И такой формат Чтобы Создаваемые Фильмы Например Если это Какая-нибудь Химическая Фильм Связан с Химической Промышленностью Как создаются Какие-то элементы Я вот По своей школе Помню Что нам Показывали На уроках Химии Советские Действительно Фильмы О том Как Вот эти Все Валентности Элементы На таблице Менделеева Что это Такое Как это Искобыч Куда-то Переливается И что За это Появляется Наверное Если бы Это было Снято Сейчас Наверное Конечно Такие Фильмы Будут Вызывать Такую Ироническую Улыбку У школьников А если Это будет Современный Фильм Современного Производства Я был На Современных Производствах Это На самом деле Очень Интересно Посмотреть Как это Все происходит Как Даже Какие-то Элементы Смешиваются Что происходит Это Для школьника Который Никогда Это не видел И для него Единственное Может быть В каком-то Мультике Он это в детстве Своем Запомнил Это очень Интересно Мы Пошли По такому Пути Наверное Работа С этим Платформами Она тоже Важна И Когда Появится Хотя бы Понимание Какие Фильмы Могут И будут Появляться Исходя Из Объявленного Конкурса Наверное Может быть Уже Точечно Отрабатывать И с Кинотеатрами И Попросить Помощи Минкультур И в Министерстве Цифрового Развития Для работы С конкретными Распространителями Этой информации Потому что Дайте фильмы Будут Пути их Демонстрации Безусловно Мы подключим Все свои ресурсы Для масштабирования Снятых Снятых Картин Покажем Максимальное Содействие Ну вот Вы спросили Какие Еще Чем Мы еще Можем Помочь Ну А что С чем Еще Вы бы Хотели Чтобы Мы Помогли Вот Такой Обрат Наверное Потому что В наших Головах Мы Готовы Помочь Совсем Вот Все Что Режиссер Если Он Будет И Команды Режиссера Если Она Будет Целенаправленно Какой Это Будет Концепция Сценарий Понятный С понятным Выхлопом Что От этого Будет Конечно Мы будем Стараться Открыть Все Возможные Двери Чтобы Все Возможные Если Нужны Будут Какие Интервью Или Какие Слова Директоров Или Ассоциации Нашего Руководства Если Какие Нужны Будут Это Я сейчас Фантазирую Просто Конкретного Запроса Пока Еще Не Было Хотя Мы Уже Года Два Обсуждаем Периодически Приходят Режиссеры К нам Обращаются Министерство Промышленности Что Вот Мы Хотели С удовольствием Вам Поможем И Собственно Запроса Конкретного С чем Помочь Обычно Не Возникает Поэтому Ответ Такой Мы Хотим И будем Помогать Всем Откликнувшимся Режиссерам Командам Которые Искренне Хотят Сделать Хороший Производственный Фильм Индустриальное Кино Которое Те цели Которые Я обозначал Бо Позволило Достичь Потому что Мы к вам Обращаемся К творческим Людям Которые Видят Всю Эту Картину Несколько Иначе Можно Мне Сказать Спасибо Но вот Я понимаю Что вопрос О Дистрибуции Он Возник Может быть Отчасти Из Формулировок Значит Вот Этих Тем В Том Пакете Министерства Культуры Который Был Представлен Декабре Это Выглядит Как Такая Очень Специфическая Прагматическая Значит Задача Что-то Вроде Такого Корпоративного Видео Вот Естественно Возникает Тогда Вопрос А кто Это Будет Смотреть Но Ведь Можно Те же С Художественных Позиций И Делать Фильмы Которые Будут Претендовать На Широкую Аудиторию На Общеэкранную Как бы Демонстрацию А не просто Там Вот Взяли Школьников Посадили На уроки И они Должны Это Отсмотреть Такая Форма Тоже Конечно Возможна И такие Фильмы Тоже Наверное Имеют Право На существование Нужны И так Далее Никто Против Не Выступает Но Все Мне кажется Что должны Быть Фильмы В которых Будут Яркие Характеры Конфликты Сложности То есть Все то Что привлекает Собственно Широкого Зрителя И в документальном И в игровом Кино В равной Степени Тем более Что сейчас Документальное Кино вышло На такой Уровень Как бы Обработки Материала Что оно Вполне Может Поднимать Сюжеты Которые Раньше Были Характерны Только Для Кино Игрового Значит Это вопрос Скорее К нам И Значит Если И мы Обсуждали Кстати говоря Этот вопрос На Так сказать Вот этих Предварительных Круглых Столах И говорили О том Что Это не Должны Быть Вот Такие Что Здесь Как бы Необходим Тем более Широкий Взгляд На Индустриальное Кино И В нем Должны Быть Все Признаки Того Что Собственно Является Нормальным Фильмом И конфликт И Какие-то Проблемы И герои И мне кажется Что наши Коллеги Из Минпромторга С этим Согласились Да Конечно Забыл Ответить Вот Спрашивали Про Финансирование Значит У нас Совместная С Министерством Культуры Финансирования Общим Распорядителем Этих Финансов Является Минкультура Мы В рамках Наших Межведомственных Межведомственных Работы Перевели Собственно Необходим Соответствующие Бюджетные Средства К ним И они В рамках Своего Общего Конкурса Будут Финансировать Общий Они Финансируют Просто С учетом Нашей Добавленной Стоимости Я хотел Просто Уточнить Некоторый Момент Вот Вы В начале Своего Вступления Сказали Что Перед Сегодняшним Кургом Столом Там Посмотрели Много Много Фильмов А я Не Посмотрел Нисколько Фильмов Потому Что Я Как Не Зайду На Те Же Платформы Кинопоиск Иви Кион Не знаю На Тоже Самый Рутуб Ютуб Но Не попадаются Нету Этих Фильмов Они Где-то Есть Набрать Точное Наименование Зато Попадается Ольга Бузова Постоянно Какие-то Какие-то Не знаю Придурки Какие-то Прошу прощения За Вот Но Смысл Как раз Чтобы Наполнить Все Пространство Какими-то Нужными Нужными Фильмами Чтобы Их не нужно было искать Чтобы это было Как Чтобы моя дочка Пятилетняя Чтобы она Открывала И говорила Пап Смотри Вот Я знаю Как делать Самолет Вот Вертолет Беспилотник Я Чтобы У него спрашивал Откуда же Ты знаешь Ну вот же Вот же Посмотри Везде Это Вот Хочется Чтоб Так Было Вот И Но Пока Это не происходит По поводу Художественных Фильмов И Вот И вообще Нашего подхода И нашего взгляда Стратегического Будущего Безусловно Мы бы хотели Эту тему Не технически С Минкультуры Отрабатывать Как вы сказали Что Какой-то Запрос Хотел Обратить Что Это Не госзаказ Мы У нас Не плановая Какая-то Экономика И не У нас Мы бы не хотели Быть теми Цензорами Какими рецидентами Как их назвать Кто вот Потому что Это не показывать А это показывать Нет Если это Это будет Это Оно не сработает И никто Смотреть не будет Цель Показать Честный Честный Образ Современного Российского Промышленника В любой Отрасли Все Отрасли Важны У нас Нет Каких-то Приоритетов Потому что Министерство Промышленности Это Сейчас Огромное Министерство Которое В сфере Ведения Которое Все Отрасли Обрабатывающие Промышленности Если В Советском Союзе Были Отдельные Министерства Как вы Помните Это Видение Режиссера Его Профессиональный Взгляд Как он Может Хочет Донести Свой взгляд На Современную Действительность Вот Собственно В этом Мы и будем Помогать Спасибо Борис Яковлевич Может Подключишься Борис Караджев Ветеран Движения Хочу сказать Тоже Что Я Конечно Застал Период Так Называем Расцвета Того Что Леша Назвал Индустриальным Дино Мы Этим Термином Никогда Не Пользовались Но Может Быть Есть Смысл Так Как бы Немножко Обозреть Что Что Происходило У нас Там Условно 70-е Годы Да Вот Еще раз Не было Такого Термина И Честно Говоря Фильмы О рабочих Инженерах Ничем Не Отличались По Подходу От Фильмов О Артистах Это были Фильмы О людях Да И Эти Именно Фильмы Нами Запомнились И Кстати Делались Они Без Помощи Минпромторга Все Так Понимаете Что Вот мы Вспоминаем Сейчас Помнили Там Виноградова Не так Много Было Хороших Фильмов Не так Много Вот Но Все Таки Я Знаю Что Более Галантер Не Особенно Консультировался Там По-моему Это Был Первый Уральский Завод Новотрубный Новотрубный Да Да Новотрубный Вот Значит Мне кажется Тут Да Но Существовало В этом Так Называемом Несколько Направлений На самом Было Направление Которое Делалось Кино Которое Делалось По заказу Министерств И ведомства Вот И Редкий Редкий Кинематографист Купору Да Не попробовал Свои 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 На этом Попвище Да Вот Называлось Это Так Пренебрежительно Вот Как Я Спускался Назначенные Министерствами Консультанты Да Вот Которые Собственно Говоря И осуществляли Де-факто Прием Де-факто То есть Если ты все Сделал правильно Министерство У тебя Приняло Да Вот Не могу Сказать о качестве Этой продукции Да Но Какие-то Нужные Министерства И ведомство Она точно удовлетворяла Вот Показывалась ли она Широкому зрителю Сомневаясь Вот Показывалась ли она В каких-то Ведомственных Там Киноучреждениях Там Не знаю В каких-то залах Показывалась Вот Делалось ей Огромное количество Другое дело Что Понимаете Что Так много Изменилось В нашей жизни Да Ну Смотрите Вот я вырос В ситуации Когда говорили Что Типа Рабочий класс Это авангард Общества Да Сейчас даже Странно звучит Его величество Рабочий класс Его величество Да Да То есть Смотрите Я хожу по улицам Москвы Я вижу разных людей Да Вот Когда я там Жил на Урале Я еще понимал Это рабочий район Я приходил на улицу Видел Я понимал Люди идут с завода Вот Мотовилищинский завод Знаменитый завод Который Там много Веков Да Вот Который много раз Бывал Понятно Что сейчас Рабочего человека В Москве Например Рабочего В том смысле В каком это Промышленного Рабочего Потому что Многие рабочие Работают сейчас В ЖЭКе Там не знаю В Бателье Да А курьера Рабочий класс Дизайнеров 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 Довольно Много Раньше Все хотели Быть менеджерами Да Да Менеджерами Ну Как бы Не прошло Во всяком случае Мне кажется Есть два Важных момента Да Первый момент Мы мало знаем Действительно Что происходит В промышленности Вот И Наверное У нас как-то В обсуждении Мелькнула Эта мысль Ну Не знаю Я последний раз Был на заводе Ну Даже страшно Вспомнить Когда Да Но Мои студенты Например Многие Ну Вообще Не представляют Что это такое Может быть Имело смысл Подумать Леш Мы даже обсуждали Как-то было Фигурировало у нас Название Что-то вроде Там типа Роуд-шоу Да Да Вот Мы не понимаем Что Потому что В принципе Фильм о рабочем Или инженере Ничем повторю Не отличается Да Если Галя нашла Своего героя Да Ну Какая разница Кто он Рабочий Или инженер Он интересный Человек Вот Но Мы этих Интересных людей В нашей повседневной Жизни Из этой среды Не встречаем Вот Понятно Мы с коллегами Да Вот Может быть Что-то нам Придумать С вашей помощью Да Чтобы что-то Ну Я сейчас Не про себя говорю Я уже стар Вот В этом смысле Как бы Менять Круг общения Да Но Нашим Молодые коллеги Наверное Было бы интересно Попасть На какие-нибудь Предприятия Посмотреть Как-то Понять Что за Среда Мы ее Не знаем Да Отличный Вопрос Отличное Суждение Я тогда Сначала Чуть начну Вот Про то Что Раньше Было По улице Идешь И было видно Что люди Идут В заводы Так вот И про кино Что не особо Оно отличается Да Действительно Я полностью Соглашусь Вот Вначале Мы Обменялись Менениями Про Все Помните Такого Артиста Атера Рыбникова Который Вот Ну Много Других Вот Фотографий Тут Везде Есть Любой Практически Любой Советский Фильм Там Если Какая-то Группа Молодых Ребят Они Кто Они Они 99% Что они Работают На заводе На Производстве Где-то Там Геологоразведке Что-то Делают Такое Что Нужно Они делают Что-то Своими руками Что-то Производят И Это Была Обычная Нормальность Естественность Ни у кого Не возникало Вопроса Если тебе Герой Действительно Этот Нравился Ты испытывал К нему Симпатию Тебе Было Ну Да Вот Он Работает На заводе Токарем Ты К нему Испытываешь Симпатию Ты смотришь Я маленький Мальчик Смотрю Вот эти Фильмы И мне Каждый раз Я себе Думаю Все Я вырасту Я буду Короче Вот этим Терминатором Буду Вот этим Спасать Потом Буду Милиционером Буду Доктором Вот Но Еще с тех пор Я ни разу Себя не ловил На мысли Что вот Мне Мне в фильмах Девчата Хотелось Вот Когда Меня зовут Илья И там Главного героя Тоже зовут Илюша И так Как-то Мне хотелось Вот как он Круптует Лес валит И девчонкам нравится И каша Вкусная Такое Все Вот Мне В этом Фильме Хотелось А потом Как-то Оно Действительно Растерялось И Вот этого Ощущения Я тоже Хочу Оно Я не помню Что бы оно У меня Вызывалось Появлялось Какое-то Я с ребятами У себя Знакомый Кто Младше Меня Кто С верстниками Моими Не было Такого Раскручивалась Совершенно Другая Концепция Другие Другие Герои Все Вот такие Вот Какие-то Вот Менеджеры Юристы Экономист Вот А кто Будет Делать Столы Чашки С машины На которых Все это ездит Вот А по поводу Как погрузить В среду Да Действительно Это тоже Такой Комплексный Вопрос Он на самом деле У нас В некоторой степени Решается Совместно С агентством Стратегических Инициатив Мы На протяжении Уже нескольких Лет Организуем Экскурсии На заводы То есть Это такой Типа Промтур То есть Это специально Подготовленные Площадки Куда Можно Куда Можно Поехать Можем Помочь Как это Все Организовать Вот То есть Там Это не то Что вы Приходите На завод Типа Директор Говорит Каску Одень Иди Нет Это Специально Организованные Туры Где Рассказывают Что это За предприятие С чем Это Что оно Производит Для чего Кто То есть Там Можно Все Вот Это Поспрашивать Это Вот Такое Комплексное Погружение В какое-то Ну Чтобы Хоть Чего-то Узналось Хоть Чтобы Мир Киноиндустрии С миром Заводов И промышленных Предприятий Промышленности Как-то Вот Они Где-то На какой-то Улице Встретились Потому что На какой Улице Встретиться ЗАГС ЗАГС Ну Это Это В идеале Это В идеале Чтобы Вот Еще одно Маленькое Соображение Коллеги Вот Вы знаете Значит У нас Самая Популярная Профессия В кино Ну На телевидении Кино Вообще Нет Популярной Профессии Сотрудник Милиции Или полиции Правда Ну Потому что Он крутой Он крутой Смотрите Это Не хочется быть Это Не привлекло Внимание Молодежи К работе В полиции И милиции Да как Вон их Сколько По-моему У них Нет Нет Извините Ребята Извините Есть Статистика Юрисконсульт Кстати говоря В производстве В торговле В фирме Популярная Профессия Вот Я не так Давно Беседовал С одним Очень уважаемым Человеком Он сказал Беда То есть В этом Нет Прямой Связи Да Есть Какая-то Последованная Наверное Да Вот Но Если Если Сопоставить Количество Фильмов О ментах Да Просто Ну Как бы Это Выхлопом С влиянием На молодежь Что-то Какой-то Механизм Здесь Нужен Наверное Все-таки Более Четко Отлаженный Да Потому что Количество Тут Качество Не переходит Но Оно Не может Быстро Перейти Это Жен Бывает Вот Так Про Ментов У нас Сколько Показывают Времени 30 лет Оно Остается Слух Образ Такого Человек Можно Еще Несколько Слух Уважаемые Коллеги Вот Я Я Тоже Представлюсь Сергей Головецкий Я Тоже Наверное Ветеран Потому что Я Поработал В советской Системе Еще Успел На пленке 35 Миллиметров Да Вот Можно Разделить На Тех Кто Работал 35 Их Ты Не Работал И В частности Вот Те Фильмы Которые Озвучил Алексей Вот Скажем Чем Они Отличаются Вот Фильм Виноградово Это Еще Та Система Советская И Вот Галина Леонтьева С Картиной Да Как бы Мы Говорим О Картине Но Совершенно Разные Судьбы Что Было В Советской Системе Гарантированность Эфира Потому что Я думаю Вот Мы Сейчас Говорим О Проблеме Как бы Наша Ключевая Проблема Мне кажется Лежит Вне Предела Наших Компетенций Потому что Сделать Кино Не главное Даже У нас За эти 30 лет Немало Уверяю вас Я даже Вспомнил Есть Качественные Фильмы Как тот же Фильм Галины Который Заинтересовался Только Амстердамским Фестивалем Заинтересовался Фестиваль номер Один У нас Как бы В эфир Его никто Не потащил То есть Вот они Есть Есть Минпромпорг Есть Есть Проблемы Но Интереса Нет Согнуться И поднять Эти 5 копеек Как бы Потому что В задачах Нынешнего Так сказать Ну И того же Минкульта Нету задачи Выйти к зрителю А тогда Вот У винограда Был гарантированный Выход К зрителю Задача была В советской Системе Только Сделать Более того Не выход К зрителю Это было ЧП Мы вообще Даже не думали Об этом Это само собой Как бы Родились Уже и туда пойдет Потому что Твоя задача Не напортачить И все там Директора Боялись Сейчас Сейчас Выход к зрителю Это побег Монте-Кристо Из замка Ив Это редкая И сложная Как бы задача Мало кого Это удается И понимаете И от этого Накапливается Колоссальная усталость Особенно у ветеранов Которые дольше живут Понимаете Есть хорошая картина Их А как их донести Вот Картина сделана Допустим Галиной И ведь Это колоссальная Психологическая грусть Такая нормальная Когда не доходит А почему А потому что Призывы есть И картина есть И там За небольшие деньги Разные Художник Художник Он хочет сделать А До эфира Добраться Невозможно Потому что Нет механизмов И пока их нет Вы знаете Все бессмысленно На самом деле Все бессмысленно И все разговоры О кино О рабочем человеке Это лирика Просто Вот чай еще подать И Ситуация Зам кому-то Нужен Гарантированный Эфир Понимаете Ну Сереж С одной стороны Ты прав С другой стороны Беусловно Нет Потому что Статистика Сильно против тебя 95% Всего Что у нас Производится Эфир Дело не в эфире Дело в зрителях А Жечь эфир У нас жгут Так В документальном кино Что Ой-ой-ой Картины Каждого из вас По 10 20 50 Раз были в эфире Но Не во всех Случаях Это давало Какой-то Нужный эффект Были и такие Случаи И требует Гарантии эфира Да Как-то Немножко Странных Надо Создавать Самому Ее не было никогда Это иллюзия И в советское время Слушай, я работал В этой системе И ты работал Ты работал В другом месте Я был на каникулах На Голорусфильме На каникулах На ознакомительной практике Мне сказали Сделаю Гурнал Я говорю Сделаю Я еще с каникул Не уехал Они пошли Она уже В прокате пошла Все Ну вот Славин Токарь Которого мы Сегодня видели Да Кусочки Он Получил Это невероятное Было Да Эта картина Получила Будучи Трехчастевкой Она получила Золотую Голубку Лейпциг Фестиваль В 1974 Году После Кан В документальном кино Это номер два Была премия В те годы Сколько раз он был В эфире Центрального телевидения Ни разу Сколько раз он был В эфире ЦТ-2 Четыре раза Сколько раз он был В эфире Ленинградского телевидения Просто не знаю У меня нет То есть Никакой гарантиру По фестивалям В СССР Он ходил Очень хорошо А по телевидению Он ходил Очень плохо Его начальство Не любил Понятно за что Вот и все Так что Не нужно требовать То чего требовать Не нужно Так Прошу прощения У нас тут просился Человек Значит Онлайн Да Из Из Новокузнецка Давайте дадим слово Константин Кузнецов Да Меня слышно Да Слышно Да Здравствуйте Коллеги Я Не из старых Я Из новых Я бы сказал так Да И Маленько Подрезюмирую Я нахожусь В Кузбассе Сейчас У нас здесь Большая Своя маленькая Кинокомпания Которая Которая Десять лет Занимается тем Что Снимает по всей стране То как называется Сейчас Корпоративное видео Мы за эти годы Работаем Пожалуй Со самыми Самыми Крупнейшими Холдингами Это угольные Это В том числе Нефтепереработка Снимаем мы Каждый год Снимаем мы Очень много Так что Практически Не разгибаемся Помимо Этого Мы Формируем Еще и Коммуникационную Составляющую Потому что Этот контент Который создается Нужен доносить До зрителей И если Мы хотим Говорить про Молодежь То уже Молодежь Однозначно Они в телегизоре Ребят И там И там Никогда Не будет И вот Все эти Годы Практически Все наши Соказчики Крупные Это очень Большие Холдинги Я думаю Что если Я назову Вы все Прекрасно Знаете Вот мы С HR Службами С PR Службами Занимаемся Одной И той же Проблем Это Колоссальная Недокомплектовка Кадрами Их Просто Нет Потому Что Предприятия Которые Располагаются Они В основном Все в Сибири Их Зона Ответственности Это Сибирь Их Зона Ответственности В плане Корпоративного Влияния На регион Это Тоже Сибирь И кадров Здесь Очень Сильно Не хватает И Очень Часто Я езжу По улицам У нас Висят Такие Большие Боннера Людей Зазывают Работать Допустим Белозистом Обещают 100 тысяч Рублей В месяц Что В принципе Даже До Москвы Неплохо В принципе Они Идут Потому Что Мало Либо Как бы Просто кадров Нет Просто Нет Понимаете И Первое С чем Мы совместно Боремся И придумываем Целую Коммуникационную Стратегию Для того Как это Решить Это Нехватка Кадров А во-вторых Это Стереотипизация Отраслей Тотальная Потеря Престижа Профессии Куда Не ткни Сейчас Какие Новости Даже В том числе Передовые Там ТАСС РИА Если вы наберете Слово Шахтер Попробуйте Прямо Сейчас Сделать Оно Проблема Престижа Престижа Профессии Металлургии Металлургия Сейчас Это Тотальный Цифровой Человек Это Все Компьютеризировано Все Автомотивировано Там Нет Того Что Было Раньше От Слово Совсем Нет Поэтому И вот Уже Наверное Семь Я На каждом Форуме Куда Меня Пускают Где Я могу Выступать И я Говорю Что Эта Проблема Невозможно Решить Только Силами И Средствами Тех Ребят Которые Этим Занимаются В плане Компаний Большие Компании В этом Нужно Чтобы В этом Принял Участие Минкульт Нужно Чтобы В этом Принял Участие Минтруд Потому Что Это Проблема Системная Если Эту Проблему Не Решить То В течение Пяти Лет Будет Трагедия У нас Не Хватает Кадров Я Понятно О чем Идет Речь Вот Если У вас Какие-то Конкретные Предложения Что Необходимо Предпринять Министерство Культуры Минпромторгу Нам Как Сообщество Кинематографистов Чтобы Каким-то Образом Эти Проблемы Ну Хотя бы К ним Приступить Если Не решить Ну Вот Мы Решаем Это Каким Способом Да Мы Помимо Того Что Работаем С Все-таки Устраиваем Коммуникационную Составляющую То есть Пытаемся Стучаться До нашего Зрителя Нашими Способами Да Через Те же Самые Ютубы Платформы Просто На самом деле И продвигаем Там Сами Продвигаем Контент Это Первое Второе Безусловно Фильмов Нужно Снимать Как Можно Больше Все Что Сегодня Изговорилось О том Что Не имеет Значения Кино Игровое Неигровое Существует Драматургия Она везде Одна Она всегда Была Одинаковая Совершенно Согласен На тысячу Процентов Бороться За зрителя Ну Надо Только В том Плане Что Как Нужно Просто Делать Более Современно Потому Что Кино Которое Под Покрытым Хом Никому Не Интересно Нужно Понимать На кого Все-таки Ориентируетесь На кого Кому Снимаете Эти Фильмы Вот Третье Мы Своей Стороны Добавка От нашей Некоммерческой Организации Которая У нас Существует И Тоже Инициируем В этом году Запускаем Кинофестиваль Который Посвящен Трудовому Человеку Вот Мы готовы У нас А же Финансирование На это Есть На самом Деле Потому Что Все Компании Все наши Подрядчики Скажем Так Косяки Приветствуют Это Начинание Вот И мы Будем В этом году Выходить На проведение Сердинского Кинофестиваля Который Был бы Посвящен Трудовому Человеку Вот И Собственно То Что мы Можем Делать Со своей Сторон Изнутри Мы Делаем Но В общем и Целом Я конечно Считаю Что чем Больше Фильмов Будет Снято И чем Понятнее И прозрачнее Будет Конкретнее Поддержка И нам Будет Понятно В чем Заключаться Хотя На самом деле По моему Опыту Мы Участвуем Практически Во всех Грантовых И темах Которые Существуют Я что-то Не припомню Ни в президентских Грантах Ни в фонде Культурных Инициатив Которых Слово Не выбирается Ежегодно Тем Связанных С трудовым Человеком Этника Есть Экология Есть А труда Нет То есть Если мы Можем Через Минкуль Заводить В президентских Гранты И в Гранты Нам возможно От Минкульта Возможно От фонда Культурных Инициатив Доправлять Номинации Это будет Уже Очень Хорошо Потому что Хотя бы Так Мы можем Хотя бы Частично Выбирать Пока у меня Все Это я так Спонтанно Говорил Потому что У меня Просто тема Наболевшая Потому что Я с ней Живу 10 лет Мы просто Боремся И трудимся Пытаемся Помогать Нашим Компаниям Большим Хотя бы Так Спасибо Константин Я Просто должен Сказать Что мы Подали Как раз Я имею ввиду Гильдия Неигрового Кино Подала Сейчас Заявку В фонд Культурных Инициатив На создание В следующем Году Лаборатории Индустриального Кино То есть Это Значит Ну Конкурсный Отбор Заявки И Проработка Проектов На стадии Предпродакшена Да То есть Девелопмент Проектов С возможностью Даже Оплаты Людям Каких-то Билетов Поездки На Предприятия Вот С тем Чтобы Напичинг В то же Министерство Культуры Вышли уже По-настоящему Проработанные Такие Качественные Проекты Они просто Высосаны Из интернета Какие-то В общем Так сказать Недоработанные Вещи Вот И посмотрим Поддержит ли Эту Инициативу Значит Собственно Этот Президентский Фонд Маленький Комментарий Это Даже Это Решение Должно Быть Системным Почему Потому что По моему Опыту По моим Знакомым Скажем так В этих Больших Больших Компаниях Я назову Это Евраз Суэк Газпром Нефть Это Очень крупные Компании Это Русал Это Все Наши Клиенты Очень Хорошие Можно Просто У них Существуют Свои Лишние Потребности Корпоративные И Далеко Не каждое Предприятие Готово Вообще Кого-либо Принять На своей Территории Будь Это Проект Пускай Кем угодно Продвинут Иминкуль Либо Кем еще Это Должна быть Какая-то Системная Работа В том числе И С Скажем так Конечным Бенефициаром Промышленные Подприятия Либо Какие-то Такие Трудовые Темы Которые В конечном Итоге Получают От этого Что-то Поэтому Мне кажется Это Нужна Какая-то Системная Работа Это Нужно Выстраивать Системную Работу Так Такой Вертикаль Взаимодействия От Министерства До Конкретных Предприятий Потому что Иначе Это Будет Тяжело Тяжело Потому что Я Допустим Встречал Совсем Недавно Мне прислали Синописи С одного Фильма Который Хотел Снять Художественного Где Прислали У нас С области И вроде Как он Уже был Благословлен Там И в Москве В том числе Где Одно Из Действий Было написано Тут Герой Попадает В шахту Шахта Взрывается Я говорю Вы что Ребята Ну Как Как То есть Вы Это Понятно Что это Делать Нельзя Понятно Что Никто Ни одно Предприятие Где бы Можно Было Это Снять Этого Не Позволит Сделать Потому Что Это Нельзя Делать То есть И тут Поэтому Эта Проблема Вот Прям Явный Пример Только Что Вам Говорю Да Это Проблема Конкретно Системного Взаимодействия Сразу От Промышленников Промышленных Предприятий Заканчиваем Министерством Понятно Спасибо Я хотел бы Спасибо за ваше выступление Константин Все боли Которые вы озвучили Действительно Присутствуют По поводу Корпоративных Фильмов Хотел бы Ну Просто Мнение Такое Корпоративных Фильмов Действительно Их Много Их Много Их Крупные Холдинги Снимают Но Представляется Что Цель у них Несколько Иная Нежели Ну То что мы Сейчас обсуждаем И Корпоративных Фильмов Про Промышленных Холдинги Я посмотрел Тоже Вот вы сказали Много-много Я вот таких Посмотрел Фильмов Много-много И они Наверное Ну это Как Некая Визитная Карточка Как Можно сказать Какое Хорошее У меня Предприятие Какое Какие Мы Молодцы Вот Они Нужны Они Важны Они Делаются А по Поводу Фонда Президентских Грантов И Отсутствие Там Тем Я уже Говорил Что Стратегические Цели Нашего Министерства Промышленности Они Большие И Мы Если Увидим От вас Отклик И Если Так Случится Что Уже В этом Году Вся Касса Министерства Культуры Будет Вами Взята На Индустриальное Кино Мы Будем Стремиться В этом Направлении Увеличить Свою Часть Финансирования И Поддержим Будем Сделать Соответствующее Обращение Официальный Фонд Президентский Грант Чтобы Там Такую Тематику Потому что Будут Фильмы Будет Запрос Будет Какая-то Нехватка Мы Поддержим Все Начинания Давайте Начинать Спасибо Значит Здесь У нас На связь Вышел Значит Женя Григорьев Который Сейчас Видимо Уже Доехал До Екатеринбурга Вот он Поэтому Не смог Лично Присутствовать Женя Вы Хотите Значит Подключиться К нашей Дискуссии Мне кажется Она блестяще Протекает Мне в общем-то Нечего добавить И с большим Удовольствием Слушаю И Классно Что мы Наконец Обсуждаем Это Среди документалистов Потому что Полтора года Мы С вами Об этом Разговаривали И с Ильей С Министерством Культуры С Министерством Промышленности Понятно Что точки зрения Разные Я Поддержу Илью Который Сказал Давайте Уже Начинать Наверное Я могу Только Рассказать Что мы Собираемся Делать На Конституционную Киностудию Уже Делаем Мы делаем Докинкубатор И там Есть Две заявки Которые Связаны С индустриальным Кино На Одной Шестой На нашем Фестивале Который Откроется 15 Сентября У нас Будет День Индустриального Кино И мы Будем Размышлять Что это Такое Потому что Мы про Это Забыли Потому что Корпоративное Видео Не является Кино Костя Простите Пожалуйста И Конечно Бенефициаром На мой Взгляд Является Все-таки Граждане Российской Федерации Неконкретный Холдинг Или Предприятие Как мне Представляется И Действительно Корпоративного Видео Много А кино Мало И В общем С этим Нужно Работать И Уметь Работать У нас Ведь Не только В промышленности Нет кадров У нас В киноиндустрии Нет кадров Которые Смогли Бы Прийти На Предприятие И Не захотеть Его Взорвать А В общем О нем Рассказать И Это Довольно Сложно Но То Что Мы Об этом Разговариваем Вселяет Некую Надежду И Мне Кажется Что Это Просто Движение Ну На встречу Друг к другу Потому что Корпорации Тоже От корпоративного Видео Уже Подустали Ну Сколько Можно В общем Травмировать Собственно Инстаграмом Других Коллег Или Там Инстаграмом Запрещено Теперь Ну Чем-нибудь Еще Как У нас Все Хорошо Давайте Мы Лучше Уж Расскажем Как Мы Через Тяготы Лишения С Получивого Молотка И Такой Матери Что-то Построили Создали Советского Союза Как я Всегда Говорю Нет 30 лет Это Самая Снятая Страна В мире Последние 20 лет Все Инновационные Вещи Тяжело Дающиеся Смыслом Например Бугучанская ГЭС Как ее Строили Никто Не знает То же Самое Касается Двух Самолетов Нет Этих Фильмов Пока А уже Можно Было Сериал Давно Сделать Потому что Мы В эту Сторон Не смотрели Да и Корпорации В эту Сторон Не смотрели Потому что Им главное Делать И кино Снимать Кино Снимать Наше Дело Но Еще раз Говорю О том Что У нас Есть Аргумент Для предприятий Которые Пользуются Поддержкой Как и мы С вами Кинематографисты Министерства Культуры Мы Обязаны Сдать На вечное Хранение Собственные Результаты Труда В Красногорский Архив Кинофотодокументов Или в Белые Столбы Потому что Это у нас Точно так же Предприятия Промышленные Российской Федерации Пользуются Субсидиями Министерства Промышленности И до тех пор Пока У них не будет В критериях Показателей Эффективности Написано Документирование Создание Опытных Образцов И неокра Они не будут Заинтересованы Мы всегда будем Работать на них Как на конечных Бенефициаров А конечные Бенефициары Все-таки Это будущие Поколения Ради этого Мы создаем Кинокартины Ради этого Создавали Кинокартины О которых Сегодня Спорили Левергал Григорий Александрович И вот Не увидел Кто еще Поэтому Вот как я думаю Что это должно Быть движение С двух сторон Нам интересно Но как бы И промышленность Тоже должна быть Заинтересована Что значит Я не открою Предприятие Ну так давайте Тогда Ну как-то Сами Потому что Ведь вы на мои Деньги Как налогоплательщик Как и я На деньги Налогоплательщик Снимаю кино Так покажите Что вы там Делаете В Советском Союзе Для этого была Целая сеть Научных Киностудий Киностудий Центр научфильм Киев научфильм Не знаю Лен научфильм Еще куча всего И там Встречались ученые Промышленники И кинетографисты И кинетографисты И обществу Объясняли Что они делают За их деньги В этих стенах И куда они вообще Идут И так появлялись Какие-то разные Фильмы Начиная От огнеупорных Глин Урала Заканчивая Наша мама Герой Потому что Сначала Ты приходишь Снимать Технику безопасности Производства Как мне рассказывал Один из операторов Сровской киностудии Дальше Ты знакомишься С парнем Который В общем Это производство Создает А дальше Появляется Сначала Ночнопопулярный Фильм Потом документальный А потом Это все Смотрят Советсовской Киностудии И говорят Так блин Это игровая история Вот такой Ток Был Когда это Было системно И Системно На уровне Обязательств Предприятия Обязательств Документалистов Перед Обществом Вот О чем Мне Хотелось Сказать Поэтому Мне кажется Что это Классная Дискуссия И классно Что мы об этом Разговариваем И классно Что у нас Появился Новый конкурс Давайте Просто Попытаемся Хоть что-нибудь На него За месяц Успеть Написать И победить Систему Подачи Заявок Спасибо Все У меня Больше Жен Спасибо Можно Ответочку Евгению Да Маленькую Жень Здравствуйте Очередной раз Привет Совсем Согласен Что вы Сейчас Говорите Прям вот Как говорится Честно Даю Действительно Что меня Смутило Уже Второй раз Кришированное отношение К корпоративному кино То что вы говорите Это презентационные вещи Я с вами согласен Полностью Вот это вот Не кино Но Очень многие Компании Давно уже Поняли Что Очень сильно Сдвигается Интерес зрителей В плане Документального кино В плане Краткометражного кино И Они Вкладывают Деньги В то Чтобы рассказывать О себе Через какие-то Классные Крутые истории В том числе Игровые В том числе Неигровые Но почему Но я их называю Корпоративными Почему Потому что Рома точно Тоже Как у Тимура Бекмобетова Со временем Появился Билайны Джинсы Вот только Вот по этой теме Потому что На мой взгляд Это тоже Отчасти Как бы Что-то Корпоративное Потому что Это сделано Фундаментально От отсутствия Поэтому В части Презентационных вещей Согласен Со всеми Спикерами Сегодняшними На 200% Но в плане Самого подхода И источника Финансирования Что очень важно Корпоративное Кино Как бы Оно Вполне Может быть Покойным Документальным Игровым Каким угодно Просто Вопрос Ключевого Заказчика И работы Для 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 Вообще Мне кажется Что Слово Заказчик Здесь Мне кажется Если заказчик У нас все-таки Общество То Ну Как бы Заказчиков Может быть Много Это может быть Копродукция Мы для таких Историй Придумали Термин Индустриальный Партнер Да Индустриальный Партнер Классный Термин Хороший Термин Очень хороший Вот Что еще Скажу Что Я вовсе Не отношусь Костя К тому Что вы делаете Делают коллеги В корпоративном Видео Как-то С высока Нет Вовсе Нет Мы даже На следующий год Планируем Как и вы Сделать конкурс Но не Человек Труда А конкурс Индустриального Кино Который Делают Корпорации Сами По своему Заказу Для того Чтобы они Встречались Приезжали Вместе С исполнителем На Одну Шестую И Виделись С документалистами Которые У нас В основном Конкурсе С молодыми Чтобы мы Сделали Такой Небольшой Воркшоп Но в этом году Только у нас Один день Получился На следующий День Нам будет Что показать Если Кто-то Составит Конкуренцию К МР Наконец-то Это будет Весьма Неплохо Ладно Спасибо большое Больше вас Не отвлекаю Спасибо За возможность Высказаться Спасибо Уважаемые коллеги Я к сожалению Немножечко позже Присоединился К дискуссии С огромным Интересом Выслушали Мнение Константина Евгения Григорьева Из Екатеринбурга Представлюсь Меня зовут Никита Тихонов Рау Я режиссер Продюсер И основатель Такого Помимо гильдии Игрового кино В которой Уже более Десяти лет Принимаю участие Еще клуба Продюсерского Который объединяет Не только документалистов Но и Продюсеров Производящих Игровое кино Игровые сериалы В частности Для российских Онлайн платформ Там более Пятидесяти Продюсеров Собрано Конечно Документалистика Она здесь абсолютно первична Но вот Игровое кино Здесь тоже Конечно Не надо забывать И сбрасывать со счетом Мы хотим Вопрос у меня такой Вот Есть несколько предложений Но перед этим У меня есть вопрос Вот Может быть Это уже было озвучено Просто уточни Вот Если говорить Все-таки Про параметры Эффективности Взаимодействия Между Минпромторгом И кинематографистами Есть ли Какие-то Ну КПИ Которые Для вас важны Помимо того Что возникнет Кинопродукт И его охват Аудитории Аудитории То есть Вот внутри Вот вы упомянули Про стратегию Минпромторга Коммуникационную Есть ли что-то Конкретное Что можно было бы Озвучить С точки зрения КПИ Значит Для Минпромторга Я думаю КПИ По наличию Снятого кино Это наверное КПИ Для Минкультуры Которая выдает Эту субсидию Перед которым Вам нужно будет Отчитываться Минпромторг Здесь как Идеологический Ну Не знаю Заказчик Не заказчик Идеологический Партнер Вот Модератор Как бы Здесь КПИ Я думаю Он Ну На старте Всего этого Нашего глобального Проекта Я думаю Что у нас Он Неколичественный Он КПИ Я думаю Мы все его Должны Ощутить Когда Будем Ехать Домой Открыв Свой смартфон Полистая ленту Будем Видеть Что Вот Там рабочий Тут инженер Вот Это какое-то такое Качественное Потому что Про количество Вот мы в начале Нашей дискуссии Обсуждали Что Должно Быть Больше Но Да Действительно Когда Ну Как я помню Мне кто-то В детстве В период Моего такого Созревания Там 13-14 15 лет Мне сказали Что если Не можно Брать качество Бери количеством Вот Ну Такой Это пример Конечно Вот Мы сейчас Находимся На старте На старте И поэтому Каких-то Показателей Количественных Которые Может было Там где-то Вот галочку Поставить Что типа Да Ок Я думаю Это не про это Знаете Просто Вы абсолютно Правильно сказали Что мы на старте У меня собственно Предложение Может быть Опять же Это уже Работающая История Документалистика Всегда связана С ресерчем Мы должны Понимать Кто наши герои И Если это Люди труда Которые работают На конкретных Предприятиях То конечно Никто Кроме Самих Компаний Лучше Не знает Свою Внутреннюю Кухню Чем Они Сами А что Если Начать Всю Эту Историю С того Чтобы Спросить У Самих Компаний Это Можно Делать Методом Например Онлайн Анкетирование Которое Распространится Через ресурсы Минпромторга Мы Гильдии Готовы Будем Оказать Содействие В формировании Такой Анкеты Но Задайте Им Вопрос Коллеги А что Для вас Самые Главные Проекты Которые Вы Сейчас Реализуете Что С вашей Точки Зрения Обладает Наибольшим Общественным Общественной Значимостью Чтобы Они Ответили На этот В формате Например Онлайн Таблицы У нас Возникнет Уже База Данных Таких Своеобразных Историй Которые Идут Непосредственно От Компаний Которые Уже Дальше Требуют Экранного Воплощения А у Документалистов Может быть Открытый Доступ К этой Базе Этих Историй Они Может быть Не в состоянии Формулировать Это на уровне Историй Конкретных Людей Но на уровне Значимых Проектов Мост Самолет Там Не знаю Какой-то там Грузовик Фантастически Новый Или Электромобиль А дальше Уже У кого Эта Творческая Жилка Отзовется Потому что Он увидит Это И поймет Ага Мне это Интересно Я хочу Про это Снимать И дальше Уже Эту Коммуникацию Построить Между Кинематографистом И Самой Компанией Вот Эту Функцию Соединения Между С интересами И проектами Компаний И Кинематографической Деятельностью Чтобы Минпромторг Осуществил Потому что Сейчас Этот конкурс Вот мы его видим Вот например Я его вижу Мне например Интересно было бы Снимать такое кино Но вот сказать Так пальцем в небо Что я хочу снимать Про вот эту Компанию Или это Мне хочется увидеть Какую-то базу Истории Мне кажется Очень важно Ее было бы Собрать Это вот Одна мысль Вторая мысль Да Очень по-моему Толковое Предложение Я со своей стороны Например готов Ну с помощью коллег Кинематографистов Сформулировать Вопросы Которые могут быть В такой анкете Запрограммировать Это там Через опросник Любой Открытый Там Не важно Гугл Яндекс Или что-то И предоставить Вам такое Анкетирование А вы его уже По базе Ваших компаний Распространите И уже Может быть К этому конкурсу Мы это не успеем Сделать Но к следующему Успеем точно Это первое Соображение Второе Коллеги Может сразу Тогда Вы имеете Сразу Про первую Чтобы не улетело Будет очень интересно Ага Вот так все Разложили по полочкам Что хочется спросить Вы точно продюсер Похоже на Какого-то вы Из среды Нашей Больше Я продюсер Но я Продюсерская деятельность Связана с организационными Процессами Работающими На всех Плюс Да Это здравая Конечно мысль Я думаю Мы безусловно Здесь поможем И сделаем Такое Анкетирование Более того Я думаю Что мы И со своей стороны Со стороны Министерства Наверное Предложим Ну вот Как Женя Говорил В своем Спиче Про то Что Есть Супер Приоритетные Проекты Промышленные Которые Финансируются Со стороны Государства Это собственно То чем Наше министерство Занимается В основном Вот И какие-то Из них Которые Общедоступны Открытые Которые Для Возможно Про которые Широким Массам Открыт доступ Да Мы их Наверное Тоже Сюда В эту Банкету Это погрузим Да Это хороший Отличный План Спасибо Я очень рад Что у вас Отозвалась Эта идея Второе Соображение По поводу Партнерских Различных Конкурсов Конечно Потрясающее Огромное Счастье Что Минкульт запустил Эту историю Уже По практическом Плане Помимо этого Действительно Есть другие Институты Поддержки Это и Фонд Культурных Инициатив Я сомневаюсь Что эту историю Продержит Фонд Президентских Грантов Потому что Они скорее Про некоммерческие Организации Есть институт Развития Интернета И можно Вполне Инициировать Подобный Тренд Направления Конкурсных Проектов В партнерстве С Минпромторгом Здесь Минкульт Может быть Просто первой Ласточкой Поэтому Мне кажется В сторону Ири Тоже здесь Важно Двигаться Есть тот плюс Что Их проекты Предполагают Одновременно И Дистрибуцию Как бы В одном Пакете Конечно То есть Это Так сказать Сделать Контент Это полдела А вторая Половина Дела Не менее Важно Его Распространить От этого Зависит И финансирование В смысле Как раз Если говорить Про KPI То поддержка Проектов Со стороны Минпромторга Но в частности Можно было бы Подумать Над Отдачей Приоритета Тем проектам Которые Помимо Творческой Составляющей Имеют Уже Придуманную Проработанную Стратегию Дистрибуции И определенный Охват Аудитории Которые Продюсеры Готовы Реализовывать Второе Такое Соображение Вот Ну Наверное И третий Момент Но это Наподумать У меня Пока нет Ответа На этот Вопрос Просто Современные Технологии В частности Кинопроизводства Они На мой Взгляд Они Предполагают Определенные Вшитые Ну скажем так Социальные Эффекты От Реализации Кинопроектов Вот Было бы Неплохо Мне кажется Продумать Какую-то Ну скажем так Воронку Соцэффектов Что ли Какого-подобного Рода Проекта Чтобы Это не было Не ограничилось Чисто охватом Аудитории Количественным Что наш фильм Посмотрели Миллион человек А что этот Миллион человек Подумал А что этот Человек Почувствовал А как У него Сердце Забилось По-другому От того Что он Увидел Это кино А сколько Человек После того Как посмотрел Этот фильм Захотело Например Стать инженерами Или работниками Конкретных Предприятий Все это Современные Ну как бы Социологические Такие Механизмы Именно Вот Импакт Контента Я бы Вот Такую вещь Скал Да И собственно То чем Мы занимаемся Как Кинематографические Произведения Вот Достигают Определенного Реакции Измеримой Реакции Аудитории И количественной И качественной Краткосрочной И долгосрочной Потому что Здесь мы имеем Дело с такой Ну кросс-секторной Вещей Это не только Про кино Но и про Вот как Женя Григорьев Правильно Сказал Это Бенефициаром Должно становиться Российское Общество Для него Это делается Чтобы мы Ритмично Энергично Как Как нация Как Как Общество Как страна Как бы Двигались Вперед Чтобы возникалась Синергия Культуры И промышленных Различных Там Технологий Инноваций И так далее Спасибо большое Спасибо Золотые слова Хочется отлить В чем-то Ну Да Все что вы говорите Все да Более того Как я отмечал В своем выступлении Мы этой темой Занимаемся Уже Не первый год И С институтом развития Интернета С социальными сетями С Вконтакте С различными площадками Мы работаем Точно так же Как и с гильдией Есть Со всеми институтами Которые Занимаются Популяризацией И созданием Аудиовизуального Контента Мы ведем Примерно Одинаковую Такую вот Работу По Нацеленности На Это дело С институтом развития Интернета В первую очередь Такие же У нас с ними Примерно Есть Наработки Как и С вами Коллеги Поэтому Да Смотрим Мы в одну Сторону И А по поводу Этих Самых Ну Каких-то Счетных Социальных Объектов Ну Так скажу Мы Безусловно Безусловно Мы Сделали Такое Мы проводили Социологические Опросы Мы проводили И некие Подходы Так сказать К снаряду По поводу того Что как это Потом все Просчитать Как влияет Это Киноиндустрия Индустриальное Кино Производственные Фильмы На Что там Они подумали Школьники Эти Что подумали Их мамы Когда Выбирали Какой ЕГЭ сдавать Подумали Подумали Есть у нас Примерные Ориентиры Как мы будем Это Измерять Могу сказать Такими Общими Словами Что просмотр Безусловно Это Такое Скажем Можно и Накрутить Вот Поэтому Эффект Он должен быть Измерим И измерим Например По Количеству Поступающих В учебные Заведения Соответствующих Производственных Направлений По Тому Как Эти выпускники Этих Учебных Заведений Потом Идут Работать На эти Предприятия У нас Есть Значит Такой Проект Министерства Промышленности Профессионалитет Он Как раз Увязывает Деятельность Промышленных Предприятий С конкретными Учебными Заведениями С колледжами С средним Специальным Образованием Поэтому Мы Наверное На первом Этапе Будем Пытаться Как-то Соотнести Количество Поступающих И количество Выпускников Этих Учебных Заведений Потому что Чтобы стать Токарем Ты же Должен По крайней мере Научиться Чтобы себе Ничего Не отрезало Не обожгло Не сломало Вот Поэтому Ну да Такие Эффекты Такие Скажем Математические Модели Конечно Мы будем Использовать И иметь ввиду Но Есть еще Такая хорошая Фот Уже Прицельно Все 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 так Для того Чтобы у нас Что-то было Измерять Давайте Что-нибудь Снимем Измерять Измерим Линейки Есть Простите Пожалуйста Здесь уже Есть несколько Желающих Выступить Но я хотел Прежде дать Слово Павлу Печенкину Который Звонит Из Перми А у них Уже Очень С нами Сейчас Уже Очень Поздно Вот И мы Должны Его Пожалеть Да Спасибо Меня Слышно Да Прекрасно Да Спасибо Я Приветствую Там Вообще То что сейчас Состоялось Здесь Происходит Здесь И В этом смысле У меня просто Есть Конкретное Предложение У нас Пермь Это Центр Моторостроения Авиационного Вы знаете И центр Один из Центров Фотоники Вот У нас Есть два Предложения Которые Касаются Именно Этих Фильмов С Конкретными Совершенно Героями И с конкретными Задачами Совершенно То есть Почему я Допустим Прошу Про Моторостроительный Завод Потому что Я лет пять Назад Для Министерства Культуры Российской Федерации Снял фильм Но Мне Сан Саныч Иноземцев Так и Не Не Разрешил Условно Герои Интервью Это Связано С Определенными Очевидно Особенностями Его Работы Вот Но Мы С ним Хорошо Знакомы И мы С ним Можно сказать Приятели Но При этом Речь Идет О Фигуре Главного Конструктора Моторного Завода Пермского Александра Александровича Иноземцева И это Великая Фигура Одна Из Фигур Которая Там В ряду Швецова В ряду Соловьева Это Следующий По Иерархии Скажем Там Конструктор Современного Авиационного Моторостроения Это Первое Я бы Хотел Чтобы Этот Проект Был Поддержан Потому Что Через Ростех Я надеюсь Мы Пробьемся К Сан Санычу Чтобы Он Все-таки Разрешил Себя Снимать Это Первое Второе Это Фотоника Одной Из Столиц Фотоники Понятно Что Главная Столица Научного Научной Фотоники Это Прежде всего Санкт-Петербург Конечно И Желарис Алферов Но Пермь Это Одна Из ПНППК Где Леонид Где Алексей Андреев Главный Директор Это Тоже Совершенно Фантастическая Фигура Которая Тоже Пытался Снимать Просто Я к тому Что Не только Я снимаю Но И снимаю Этого Много Но Вот Фильм Который Говорил О том Что Есть Такие Лидеры Лидеры Как Иноземцев Как Андреев Это То Чего Это К сожалению Уходящая Натура Но Надо Понимать Что Это За Люди И Только Благодаря Этим Людям Мы Вошли В эту Эпоху Которой Мы Сейчас Можем Честно Говоря Гордиться Когда Есть Там Определенные Достижения И в Моторостроении И в Фотонике Вот Он Допустим За последние Два Года Андреев Он Просто Построил Школу Школа Которая Называется Фотоника И Эта Школа Замкнута На Университеты На Кафедры Фотоники И так Далее То есть Я Говорю Просто Про сценарий Уже Конкретно Это Конкретно Лобируешь Конкретные Промыкты Значит Это Все Можно Будет Сделать В рамках Кукурса Я думаю Что Эксперты Тебя Поддержат Просто Если У тебя Есть Какие-то Идеи Связанные С Развитием Индустриального Кино Именно В Перми Как В одном Из промышленных Центров Вот То Мы Были бы Рады Тебя Услышать Вот Об этом Нет У меня На самом деле Системное Видение Есть Этого И Оно Касается Прежде Всего Того Что Пермь Это Один Из Центров Естественно Как бы Индустриальной Индустрии Не только Перми Естественно Там Но и России И в этом Смысле Перми Необходимо Существование Такой Студии Которая Бы Находила Героев Находила Варианты Решения Сценарного Решения Каких-то Проблем Связанных С задачами Которые Допустим Минпромтор Может поставить Перед нами Это очень важно И очень точно Я бы хотел Отметить Что Представители Министерства Промышленности Будут Участвовать В Губернг Совета Поэтому Все Отраслевые Вопросы И приоритеты Тех или иных Отраслей Будут Учтены Поэтому Ну Если Будет Хороший Сценарий И хороший Проект Конечно Двери Все Открыты Любые Хорошие Проекты С хорошими Сценариями Если Они будут Про промышленность Отвечать Тем Задачам Которые Мы сейчас Обсуждаем Все Возможности Есть Да Извините Еще раз Два слова Просто Это Касается Не просто Какого-то Конкретного Задачи Нашей Пермской Задачи Я думаю Что касается Конкретного Всего Решения Этой Проблемы Нужны Конкретные Люди Конкретном Регионе Конкретные Герои Которые Могут Решиться На Конкретном Нормальном Профессиональном Оровне Никто Не спорит Мы только За Вы Хотели Давно Ждете Слово Пожалуйста Я представляю Я Андрей Представляю Самарскую Область Я работаю Здесь Союз Кимитографистов И мы Находясь Здесь Понимаем Что Дом кино Это некая Коммуникационная Площадка Где мы Можем Делиться Мнениями Тут Возник вопрос О Историях О героях Вот я Допустим Приехал Сюда В Москву С конкретными Сценариями С конкретных героев Я вырос В городе Тольятти В городе Который Строился С нуля Где мы До 2000-х Годов Были окружены Той же Продукцией Самарской Кубешской Студии Кинохроники Мы видели Своих Родителей Мы видели То что Производит Автоваз Мы видели То что Окружает Нас До Середины 90-х Рост города Просто В численности Был в геометрической Прогрессии И в тот момент Когда Где-то в 2000-х годах Все Застоприлось Я Мы тогда Немножко не поняли Что произошло В нашей стране Но потом Когда я уже Находя здесь Советские кинетографистов И анализирую Ситуацию Которая Была На тот момент Я Выяснил Что в 2005-м году Был Расформирован Департамент Кинетографии Самарской Области Который Был Централизован И работал Советским Кинетографистом Здесь Центральным Советским Кинетографистом Самарской Области Работал С этим Департаментом Который Работал С промышленными Предприятиями С Конкретными То, что было сказано Был некий Не то, что госзаказ А было некое понимание Какие вопросы Какие предметы Сейчас актуальны Региону И кто Как не кинетографисты В регионе Как Печенкин Сейчас нам говорил Может это знать Союз кинетографистов Он включает Около Пяти тысяч Профессиональных Участников Членов Союза Из них Две с лишним Тысячи Находятся в Москве Остальные Кинетографисты Находятся в регионах Из своих киноцентрах Это большая команда По ресерчу Как правильно То есть Прозвучало здесь Большая команда По тем идеям Как я со своими идеями Приехал сюда Сценариях Мы пытаемся Заявиться С этими проектами Про Автопром Про Рождение этого города Потому что город Почему рос Потому что Был бренд такой Что город Тольятти Это город Мечты Город такой Вечной юности Город Когда у нас до 85-го года Средний возраст жителей Был 27 лет Это город Где Можно было Рожать детей Развиваться Расти То есть Находить себя В профессии И это все Окружало нас Кинематографом Мы это видели Это транслировалось Большим-большим Количеством контента О котором мы говорили После 2000-х годов Этого контента Просто не стало И мы стали смотреть Что Что происходит У нас в ютубе И мы стали Смотреть В сторону Москвы В сторону Питера Либо там еще Куда-то подальше Этот ресурс Который у нас есть Эти кинематографисты Которые находятся В регионах Как Не только печенки Не только Женя Вот я Я работаю Постоянно С нашей командой Там Нас порядка Сейчас уже 39 Даже члены Союзкинтографистов Сейчас Был их 80 То есть Они уже Мы теряем Потенциал Который у нас есть Какое предложение Предложение Что у нас Союз Располагается В 63 регионах Российской Федерации Он мог Как раз На себя взять И Мы Работаем И с ребятами Кто сейчас Озвучивал По поводу Исследования Взять Эту команду Наших Кинематографистов Которые находятся В регионе И они Представят Те истории Тех героев Которые Уже Про которых Можно снимать кино И мы сформируем Большущий портфель Проектов Которых Мы знаем Если в Москве Допустим О них Это не очень знают Так как Они не касаются Этого Это не их родственники Это не их соседи Это не их люди Которые С которыми Они прожили С детства Всю жизнь Мы их знаем Мы знаем Это все Очень хорошо Просто нужно Тогда стимулировать Вот эти ваши Все команды С тем Чтобы они Уже прямо сейчас Не откладывая В длинный ящик Подали Свои проекты На ближайший же Конкурс Который пройдет Вот сейчас Дедлайн у нас Если не ошибаюсь 5 октября Времени уже Очень мало У меня вопрос К Минкультуру Как он работает С Союзским кинематографистом Ну да С Минкультом Ну замечательно С Союзским кинематографистом С этим большим составом Кинематографистов В регионах Чтобы вытащить как раз Те истории Которых вы говорите Ну вот Министерство предложило Свой конкурс Как бы Протягивает руку По всяческую Организационную поддержку Союзским кинематографистом Союзским кинематографистом Союзским кинематографистом Для того Чтобы искать Эти истории Мы безусловно За Можете использовать Не знаю Меня Сережа Единое пока Окно входа В Минтрукторг Мы всех сориентируем Если какие-то Нужны быть Отраслевые Компетенции В дальнейшем Если все это Будет развиваться С таким вот Энтузиазмом Как мы сейчас обсуждаем Что будет не хватать Кассы Минкультуры Что фонд президентских грантов Что Или все Будет Контент создавать То про инженеров И рабочих Если это все случится Будем начать развиваться Как вот вы говорили Или Обсуждалось Про Что Были Эти самые Отделы Кино В каждом регионе Были Отделы Специальные отделы Наверное К этому придем Ну да Мы с гильдией С Минкультуры Со всеми Коллегами Кто занимается Созданием Аудиовизуального Контента Мы работаем Мы ко всем Пришли с этой Инициативой С нашим Ресурсом Ну И ждем Что Сейчас Что-то должно Появиться Да Мы хотим Чтобы в каждом регионе Был специальный Человек Или специальный Специальная Организация Которая бы Пушила все Промышленные Предприятия Находила бы героев Нам Нам нужны герои Безусловно Мы Мы хотим Чтобы Появлялись герои Человек труда Чтобы Героями были В нашей Гражданской Жизни Были Люди Которые Создают Созидают Изобретают Это хорошее решение Как раз Если вы Организуете Такую работу Еще при участии То что предложил И я Про рессерчика В этой всей истории То тогда мы получим Как раз Очень много Историй Которые возможно Даже московские Кинокомпании Которые Больше возможности И сил Развести Эту продукцию Могли бы Ее делать Ну вот у нас На связи Как раз Регион Виктор Вы не хотите Подключиться Сказать Несколько слов Виктор Скубей Санкт-Петербург Всех приветствую Рад хоть Виртуально Видеть Со многими Согласен В принципе Каждый Выступающий Имеет Рациональное Зерно И все Это так Конечно Хочется Заострить Внимание Все таки Я больше Согласен Сергеем Головецким Что Не хватает Нам Возможностей И ресурсов Для доведения Нашего продукта До широкого Зрителя Не будем Сейчас говорить Телевидение Это интернет Или еще Какие-то Дополнительные Моменты А второе Я хочу Вот мы обсуждаем Как соединить Мысли Надобности Предприятий Собственно говоря Темы труда С кинематографистами Вспоминаем Советское время И вот Если обратить Внимание Повестка Рабочего человека В советское время Была Очень широкая Об этом Писали И журналисты Об этом Писали Там и в газетах И в журналах То есть Информация Я что хочу сказать Нам не хватает Вообще Обществу Не только Кинематографистам А обществу Вообще не хватает Информации О том Что творится На наших предприятиях Некоторые даже считают Что у нас нет Никаких забот И мы сейчас Все загнемся Потому что Нам закрыли границу И ничего больше Не привезут Вот И идеи Рождались Не из того Что кто-то С кем-то Познакомился То есть Они рождались Из этого Но это не основное Было Основная Информация И идея У продюсеров И режиссеров Ну у студий Так скажем Была Именно Черпалась Из внешнего Фона Информации И дальше Уже исследовался Приглянувшийся Сюжет Или герой И с ним Работали Поэтому Мне кажется Что как раз Нужно Подумать Вот Конечно Это хорошая Тема И инициатива То что Никита предложил Тихона Фрау Формализовать Эту вещь Но опыт Показывает Что подобные Формализованные Вещи Заканчиваются Узким кругом Тех знакомых Которые Их придумали Вот А здесь Нужна более Широкая вещь Поэтому Конечно Нужно Начинать Конечно Конкурсы Это очень Хорошее дело И мы сейчас Сможем Обратить внимание Производящих Студий Производителей Кино К этой теме Ну Хотя бы Только Не только А хотя бы Из-за того Что появилась Еще одна тема На которую Можно снимать И можно Получить Финансирование Это одна Вещь И Конкурс Этих заявок Покажет Нам действительно Очень интересно Посмотреть Сколько будут Заявок И какого Они будут Качества И какого Характера Вот Не буду загадывать У меня есть Какие-то мысли По этому поводу Но это Лично Какие-то Ощущения Но мне кажется Что нужно подумать И это нужно подумать Конечно на уровне Министерств И культуры И Роспромторга И в общем-то Других Так или иначе Имеющих отношение К этому Чтобы расширить Информационный фон О теме труда Тогда Мы будем Более легко Заражаться Этими идеями И второе Когда будет фон Будут появляться Какие-то Актуальные Темы Стаханов Про него Трубили Все газеты И про него И кино есть И все про него есть То есть Темы фильмов Взятые Из информационного фона Они будут Более актуальны Для населения Для общества Нежели Темы Придуманные Лично Режиссером Производителем Нашедшим Интересного героя То есть Я конечно Пойду в кино Как обыватель Пойду в кино Посмотреть Кино про человека Про которого Я уже слышал А еще лучше Виктор А что мы здесь Конкретно Можем сделать Как мы можем Этот фонд Увеличить Давайте Все-таки Рассуждать В рамках Своих компетенций Вот мы можем Что делать Как мы можем Заставить Журналистов Значит Увеличить Как бы Количество Очерков Там Я не знаю Каких-то Публикаций Я обозначил Я обозначил Проблему Которую я вижу Серьезно Я вот Тоже В свое время В начале 2000-х годов Очень плотно Занимался Вот этим Корпоративным Представительским Кино Это конечно Совсем с документалистикой Ничего общего Не имеет Если мы говорим О кино Как об искусстве Работающем На социум Очень хорошо Сказал Женя Григорьев Что конечно Мы говорим И бенефицар Или так скажем Все это делается Для населения Для граждан Нашей страны Поэтому Вот о комплексном подходе Я и хотел сказать А то что мы Конкретно Можем сделать Это Собственно говоря Вот то что Гильдия и сделала Подала заявку Потому что Нужно проводить Эту конференцию Этот мастер-класс Да Лабораторию Эту Вот И в эту тему Втягивать Клинтографистов И начинать делать Да Потому что Разговаривать Можно много Но начинать делать И конкурсы объявлять И Но Витя Мы будем делать Безусловно Если нас поддержат Но то что Теми инструментами Которыми мы можем Работать Я хотел Лене Предоставить слово Она давно уже просит Пожалуйста Спасибо большое Меня зовут Елена Алферова Я режиссер Документального Кино и телевидения И еще преподаватель Подростковой Детской киношколы И отборщик На разных кинофестивалях Я Ну Замечательные Все идеи Предложения Но мне кажется Поскольку у нас Основной Как говорится Бенефициар И заказчик Ну то есть вернее Бенефициар этого всего Это общество Да Именно молодые ребята И молодежь И даже Даже не совсем еще молодежь А еще подростки Или даже еще дети Которые вот перешли Вот 10 плюс Как бы Да То мне кажется Минпромторг Хорошо бы Я не знаю Может быть у вас уже есть Какие-то мысли на этот счет Но я бы хотела предложить Вам обратить внимание На В некотором смысле Такое образование То есть вот Как это сказать Совместить Опыт Кинематографистов И Профориентацию Вот И запустить Есть например У нас В ГИК Есть СПБУКИТ Есть ИСИ Да Есть У нас очень много Творческих вузов Где молодежь Которым надо снимать Свои студенческие фильмы Курсовые работы И все остальное Да Но они абсолютно Вот я работаю с подростками Уже очень много лет Ну лет 6-7 Да И я вижу Что у них Формирование Интереса к профессиям Созревает Но нет То что они видят Вот вокруг На Ютьюбе И везде остальном У них нет понятия Да Что есть какие-то Рабочие профессии Вот Вот нет Вообще Абсолютно И Если Например Запускать Таких же Молодых Ребят Вот Вы сказали Что у вас Есть программа Проф Как она Называлась Вот Вот В эту программу Запускать Студентов Участников То есть Студентов Вузов Или Например Каких-то киношкол Вот например У нас У меня Своя частная Киношкола Да Но есть Очень много Киношкол Которые И по регионам Кстати говоря Я много езжу Много читаю Мастер-классов В регионах Очень большое количество Сейчас вот Это движение Кинолюбителей Киноклубов Каких-то вот Киностудий Небольших Детских Подростковых Которые Занимаются Непосредственно Поиском Каких-то тем И для своих Радиокружки Вот Вот Ну неважно Запустить Запустить Как говорится Творческую молодежь С одной стороны В Творческую То есть В проф Хотя бы экскурсии Да Хотя бы экскурсии Какие-то интенсивы Может быть Какие-то встречи Потому что Когда молодежь Снимает по молодежи Вот мы с вами Можем Сколько угодно говорите О том Что для них интересно Но вы понимаете Да Что подростки Они снимут Ну или Молодые люди Они все равно снимут Так как Понимают На своем языке Да им ничего не интересно То что я вот Очень интересно Поверьте Нет Им ничего не интересно То что им говорят взрослые Они у них другой взгляд Я поэтому говорю Совместить молодежь С молодежью Понимаете Да Если у вас есть Колледжи Те же самые Да Ну вот Я не знаю Просто Я знаю Автомобильный колледж Я в свое время работала На образовательном телеканале И мы делали Делали целый цикл Профессий И запрос пришел Кстати говоря Это Департамент образования Москвы был Вот И запрос пришел От колледжей И от вот Ну как Бывших ПТУ На то Чтобы Популяризировать профессию Чтобы хотя бы Вот Школьникам Детям Это так как Школьный образовательный Телеканал был У них была площадка Выход на все школы И они транслировали Наши программы Ну Телеканал Вот И у них Транслировались наши программы Вот по всем регионам России И цикл профессии Вот я сама снимала Там про пожарного Про Ландшафтного дизайнера Про кулинара Да про вообще Да про все что угодно Там Ткачихи у нас тоже были Еще кто-то И Это на самом деле Очень интересно Это небольшой формат Но в то же время Он живой И он Как это сказать Вода камень точит Невозможно посмотреть Какой-то один фильм Пусть он даже будет Гениальный Замечательный Но из одного фильма Решить свою судьбу Особенно Дальше в профессии Невозможно Это должна быть Системная работа И мне кажется Вот хорошо было бы Если бы вообще В идеале Минпромторг Мог бы создать Какую-то учебную Киностудию На которой Вот соединять Одних с другими Которые одни Помогли бы прийти туда На практику А другие Могли бы про себя Рассказать Снимите про нас Про нас И про нас Ну как-то так Может я утопию Какую рассказываю Да мне кажется Это очень живая история Ну Позвольте тогда Прокомментировать Опять же Полностью С вами согласен Значит Из того Что мы уже Делаем И сделали Расскажу сначала Как к этому пришли Также Листая ленту Недавно Обратились Еще раз Да Да Как нам быть У тебя например У меня есть Свои ребята С которыми я работаю Вы звонили Хотят Например Семьи Вы заинтересовались Как нам Официальные письма Официальные письма Мы же Нет Да нет Ну Нет Смотрите Безусловно Есть формальная Сторона вопроса И для какого-то Организации Какого-то процесса Нужно какое-то Обращение Что мы Такие-такие Хотим То-то и то-то Ну и все Не нужно Ничего выдумывать Мы работаем Так же Как любая Государственная структура Вот Можете обратиться Через гильдию То есть Ну Тут Хотите Не знаю Телефон вам Напишите мне В ватсапе Тут это же Ну Как вы знакомитесь С другими людьми Оно Оно работает Мы Я не И мы Все работники Министерства Мышлений Ни из какого Ни из другого мира Мы такие же Все люди С ногами Руками Ну и как бы Готовы общаться И тем более Тема действительно Важная И нужная Открывать По поводу того Что Открыть какую-то Киношколу И там Наверное Это не очень Наверное Тематика Минформторка Участвовать Экспертно Как вот Помните Не знаю Мне почему Сейчас приходит Следствие Велизнатоки Вот фильм И там Консультант Фильма Генерал-полковник МВД Или там Милиция Такое-то Безусловно У нас Ко всем Фильмам Которые Будут И могут Сниматься В тему Промышленности Мы готовы Давать какие-то Экспертные заключения Помощь Какие-то Содействия Ну чтобы Условно Не создавать Какой-то Изначальный Неправильный Контент Готовы Можем Коллеги Мы уже Мы уже Работаем Два часа Поэтому я прошу Давайте Два коротких Выступления И подведем Очень короткая Реплика Я просто Услышал В выступлении Елены Мысль Вот В прошлом году Я был на Красноярской ГЭС Правительство Края Сделало Локейшн-тур Для кинопродюсеров И мы там Попали в закрытое Предприятие Сильнейшее Впечатление Вот тут у меня Вопрос А может быть Имеет смысл Для кинематографистов Организовать Ну как Локейшн-тур По ключевым Предприятиям России Чтобы своими Глазами Увидеть И вдохновиться Посмотреть локации Пообщаться с людьми Рабочими Это очень конкретная Практическая вещь Хочешь сказать Да Было бы Это круто А кто такие Вот вы говорите Кинематографисты Это кто? Ну вот Документалисты В частности Кто такие Документалисты Потому что Режиссеры и продюсеры Ну смотрите Не, не, не Смотрите Это должно быть Если делать То это надо делать Конечно Организованное И делать По отбору Каких-то заявок Там и так далее То есть Ну просто Ну Налетай Типа С улицы Моя маленькая Путилетняя дочка Снимая видосы На телефон Прибегает Мне говорит Пап Смотри Я фильм сняла Я говорю Про что? Ну как про что? Как я танцую То есть Безусловно Туры Чтобы Впитать В себя Какую-то Все крутые темы Мы готовы Помочь Содействовать Организовать Нужно Какое-то Ну Организованное Сообщество Ну Давайте Это Гильдию Используйте Мы готовы Принять Участие В организации Да Пожалуйста Только Можно Я Дмитрий Чернышук Продюсер У меня К Ильек У нас вопрос О конкретном Проекте У нас есть Проект Он Прямо Попадает В тему О производстве Но Проблема В том Что Вот Предприятие На котором Он Может Сниматься Оно Относится К минсельхозу Может ли Это Проект Участвовать В данном Конкурсе Я думаю Что Конкурс Это Открытая Штука По формальным Признакам Потому что Это Тепличное Хозяйство Это Промышленное Производство Абсолютно Но Оно Видимо Не в вашем Ведении О чем О чем Вы спрашиваете Поддержим Лимы Вопрос По формальному Признаку Потому что Ваши Эксперты Будут Оценивать Не будет ли Он Просто Исключен По Представителям Минсельхоз Но если Про самолеты Фильмов не будет Какой-то вопрос Вы такой задаете Пожалуйста Только если можно Очень коротко Уже заканчиваем Я хочу Вернуться К началу Обсуждения Борис Сказал Что Вот Раньше Было Видно Вот Рабочие Идет К завода Я не знаю В Москве Остались Рабочие Инженеры Вообще Предприятия Остались И нет Производящие Проблема Документального Кино В общем-то Одна Проблема Героя Надо найти Героя Как его В Москве В частности Найти Как и в регионе Тем более Из Москвы В регионе Никогда Не найдешь Героя С ним Надо Предварительно Лично Пообщаться Пожать руку Может быть Даже выпить Водки Поговорить За жизнь А вот Где Где Его Найти Как Издалека Найти Может быть Здесь Как раз Министерство Может Помочь Не 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 Вот Секундочку Не Перебивайте Меня А Может Помочь Тем Что Вы Знаете Что За люди Работают На Вашем Предприятии Есть Скажем Там На Каком То Ну Я Не Знаю Магнитогорском Заводе Вася Золотые Руки Который Может Все Вот Вы Его Порекомендуйте Чтобы Мы Нашли Этого Героя С вашей Но Это Не Министерское Дело А Кто Тогда Леш Ну Это Заказ Хочет Заказ Человек Вот Такой Коллеги Это Слушай Все Понятно Давайте Послушаем Наших Коллег Из Минпромторга Вопрос Понят Вопрос Понятный Вопрос Понятный В принципе Я думаю Какое Это Содействие Ну Конечно Не Прям Что Вот Там Вася Там Золотые Руки Я думаю Ну Как Какое Это Содействие В поиске Конкретного Героя Мы Можем Оказать Но Мы Все-таки Рассчитывали Рассчитывали И рассчитываем Что Этот Герой Он Появляется Вот Я себе В голове Крутил Как Вот Это Волшебство Происходит Когда Режиссер Видит Вот Вот Ты Про тебя Буду Наверное Здесь Нужно Живое Общение Экскурсии Вот это Погружение В профессию Вот Чтобы Пожить В этой среде И у меня Еще На самом деле В рамках Нашего обсуждения Родился Такой К вам Вопрос Запрос Просьба На Подумать И Продолжить Какой-то Ответ Вопрос Очень Простой Вот Есть Такая Профессия Ну Сейчас Она Очень Такая Популярная Айтишник Вот И Когда Говоришь Айтишник В принципе Его Визуализация Мы Примерно Представляем Как он Наверное Выглядит И Наверное Она Отчасти Похожа Наверное На Стива Джобса Такой Что Это некий Такой В джинсах В кедах Такой В свитой Такой Немножко Надменно Наплевательский Ко всему Но очень умный Что-то там За компьютерами Сделал Все-таки И сказали Вау А вот Как выглядит Современный Инженер Вот Кто он Как Визуализировать Этот образ Он кто Он Какой-то Белобрысый Накачанный Либо Какой-то Маленький В костюмчике Либо Это девушка Вот Как Образ Его Потому что Опять же В Советском Союзе Вопрос Такой Не стоял Вот У меня Николай Рыбников Вот он Вот Как выглядит Рабочий Человек Вот Да В широких Штанах Рубашки Такой Оп Оп Что-то Вот Как он Выглядит Это Такой Интересный Вопрос Потому что Всегда Когда мы Смотрим Кино Герой Им Ну Как бы Я через себя Это пропускаю Им должно Хотеться Как бы Быть Ты ему Должен Симпатизировать А если Мы говорим Мам Я хочу Или там Пап Я хочу Быть Вот Как вот Этот Да Да Совершенно А Айтишник Это Рабочий Современный Правильно Я понимаю Нет Конечно Понятно Что это Вот Как раз Вопрос По нашей Части И Никто Кроме Режиссеров Актеров Сценаристов Вот эту Проблему Создания Типичного И в то же Время Яркого Индивидуального Героя Такой Вот Социальной Маски Если Хотите Никто Это Кроме Нас Решить Не Может И Перекладывать Это На Минпромторг Вот Ей Богу Не Надо Это Как бы Наша Компетенция Последнюю Реплику Слушайте Да Знаете Вот сейчас Ложку Йогтя Наверное Я вот Слушаю Нет Нет Для Для Реализма Я вот Слушаю Думаю Вот В результате Пройдет Конкурс Появится Россыпь Фильмов Заказных В принципе Конечно же У нас нет 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 У нас нет Никакого конфликта Интересов Слава богу С Минпромторгом Мы все Хотим Действительно Чтобы все На волне Энтузиазма Пришли Работы На заводы Но Когда мы Говорим Хорошее Мы же хотим Хорошее кино А хорошее кино Значит Оно не Вася Золотые руки И не те Кого Предложат Вот В новом формате Доска почета Это не кино И вот Илья Георгиевич Замечательно Просто вот Говорил про то Что и цензуры Не будет Но смотрите На входе На входе В какой-то процесс Творческий Мы все Действительно Заединщики И мы все В это верим Мне интересно Что будет на выходе Илья Георгиевич Когда вы будете Принимать эти фильмы Потому что У меня например Вот Скопился целый Портфельчик Историй Которые вот Можно делать Именно Подразумевая Творчество И кино Хорошее кино Это то Которое Через душу Попадает В зрителя В том числе В молодого И это Не сплошной Позитив Ни в коем случае Халва-халва Не пройдет Нет Я вообще Говорю Я подозреваю Что будет Вот волна Такого рода Потому что Мы все Хотим Действительно Поработать На эту идею Искренне Хотим И я боюсь Что мы Захлебнемся В позитиве А хорошее кино Для меня например Вот в моем портфеле Таких историй Больные Истории Кровоточащие Драматичные Связанные И с коррупцией И с несправедливостью И я уверена Что Потому что Опять же Мы все время Обращались Куда-то В прошлое Такие фильмы Которые становились Событием В кино Та же самая Премия Гельмана Они несли в себе Элемент Скандала В хорошем Смысле этого слова В смысле Драматургии Понимаете А если мы будем Сказать Доска почета Халва И слава Передовикам Производства Никто нас не полюбит Из молодых Истории Про успешного Можно реплику Коллеги Напоследок Я хотел обратиться Собственно К Илье Георгиевич Илье Георгиевич Вот Подождите Он хотел Что-то ответить Наверное Да Пожалуйста По этому поводу Мнение Про то Что Сладенькие Фильмы Про С хорошей Картинка Про Успешный Успех Они Конечно Нам не нужны Нам Я еще раз говорю Нам нужно Нам нужно Показать Честную Картинку Потому что Как все хорошо Про это Снимаются Корпоративные Фильмы Корпоративные Видео Когда компания Снимает Для своих Сотрудников О том Показывает На Новый год Как все здорово Нам же Важно Не как все здорово Показать Потому что Чтобы не было Какого-то диссонанса Все читают Новости Смотрят Интернет Открыт Для всех Новости Не успела Еще Состояться Про нее Все говорят Поэтому Здесь не должно Быть никакого Какого-то Разрыва Какого-то Шаблона Или что-то такое Интерес Интерес Он действительно Возникает В каком-то Таком Нестандартном Подходе В скандале Наверное Да Но у скандалов И так От телевизора Включите В любой канал В любое время Дня и ночи Одни скандалы Телеграм Откройте Какой-нибудь канал Подпишитесь Уж в трубочку Свернуться Поэтому У нас Фильмы должны быть Не про то Как все хорошо А то Как Мы Ну вот я так Мысль формирую О том Как Мы вместе Все вместе Можем сделать Нашу Ну как бы Нашу родину Наш мир лучше Что Нам нужны Изобретатели Что этим изобретателем Можешь ты Ты и ты Что для этого Можно сделать То, то и то Посмотри Какие у нас Уже есть изобретения Посмотри Как люди делают Не знаю Самолет, танк Как делают лекарства Как делают косметику Вот вы знаете Про российскую косметику Я когда вот Пришел работать в министерство Узнал что Оказывается и российская косметика есть И В В магазины Когда мы с женой ходим Я говорю А вот Что-то это наше Она говорит Да Ну то есть Почти действительно Никто ничего не знает Особенно молодежь Молодежь живет В тиктоке В ютубе Не знаю У меня даже Не буду ее произносить Про Вот Фильм был Про токаря Есть Дурацкая Про токаря Все знают поговорку Из молодежи Что Папа токаря А я Этот самый Поэтому все Это такое Ложка дегтя Принимается Но это все В ваших руках Не снимайте Не снимайте Не снимайте Слащавые фильмы Не снимайте Сформулировать То есть Преодолевая проблем Созидать То есть Формула очень простая И все знают Коллеги Я прошу прощения Значит Буквально Два слова Я хочу Поблагодарить Всех Кто Сегодня Собрался В этом конференц В зале И конечно Наших гостей Вот Илью и Сергей Которые Тоже После рабочего дня Приехали сюда С тем Чтобы пообщаться С Тинематографистами Вот Отдельное Спасибо Дому кино Который Просто нас Впихнул В свое Плотное Расписание Вот Мы там Попросили И нас Вот Нашли нам Эту дырку И предоставили Возможность Здесь Собраться Так что Мне кажется Сегодня прозвучало Довольно много Действительно Конструктивных Идей И предложений Все Что здесь Происходило Будет Выложено В виде Записи На Сайте Гильдии Неигрового Кино Мы постараемся Сделать Как бы Такой Бриф Ну Основные Какие-то Самые важные Вещи Уже В письменном Виде Суммировать И может быть Мы еще раз Для того Чтобы что-то Не забыть Такое После Значит Некое Послесловие Еще раз Несемся С нашими Коллегами Из Минпромторга Для того Чтобы какие-то Вещи Уже Более Конкретно Проработать Еще раз Большое Всем спасибо Спасибо за субтитры Алексею Субтитры Алексею Субтитры Алексею